В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Поздравление с юбилеем принимает Галина Морозова, педагог с более чем полувековым стажем, учительница русского языка и литературы 90. От всей души поздравляю. Вам в такой же крепости дух. Полицейские Ленинского округа провели день открытых дверей для школьников и рассказали им о некоторых секретах профессии. Вот это лимитация авторского средства. Соответственно, здесь сотрудники полиции отрабатывают навыки стрельбы из пистолета и автомата. Выставка «Дорога в творчество» проходит в центральный район на библиотеке. Авторы работ – люди с ограниченными возможностями здоровья. Можно так сказать, это моя фантазия, это моя мечта. Более 50 лет жительница Видного Галина Морозова отдала педагогической деятельности. С 90-летним юбилеем ее пришли поздравить бывшие ученики, друзья, представители общественности, руководство города и района. С ними была и наша съемочная группа. Слово Максиму Козлову. В назначенное время у третьего подъезда дома номер 57 по улице Школьной собирается группа людей, чтобы вместе поздравить юбиляра. Найдя свободное окошко в плотном расписании, подъезжает и председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко. Это событие он пропустить никак не мог. Во-первых, Галина Матвеевна – это моя учительница. Все в сборе можно начинать. Дверь открывает сын именинницы. Всех желающих маленькая квартира в Хрущевке вмещает с трудом. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов зачитал поздравления от президента России. Великую любовь к родине, ответственность за ее настоящее будущее, вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Несмотря на несколько официальный тон обращений, поздравление, как ему и положено, проходило в теплой и неформальной обстановке. Станислав Радченко передал для юбиляра послание от губернатора Подмосковья. Желаю вам здоровья, благополучия, душевного спокойствия, приятных забот, любви и внимания со стороны близких всего самого наилучшего. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Передали Галине Матвеевне поздравления от администрации муниципалитета и лично от главы Валерия Венцеля. Также ей вручили медаль, выпущенную в честь 90-летия района. Свои подарки вручили также начальник Ленинского управления социальной защиты Елена Гусева и депутат Татьяна Вершова. От всей души поздравляю. Вам такой же крепости духа, оптимизма вот этого. Молодцы, молодцы. И будьте здоровы, не хворайте, самое главное. Галина Матвеевна родилась в Рязанской области в городе Касимов. Ее родители были учителями. После войны Галина Морозова продолжила династию и окончила Рязанский педагогический институт. Более 50 лет она отдала преподавательской деятельности. Учила ребят в видновских школах номер 2 и номер 5. Повезло мне. Вот они говорят, что им повезло. А я считаю, что мне, если за 53 года я почти... Они говорят, мы никого не помним, чтобы вы выгнали из класса. А почему? Так они себя вели. Но до сих пор это мои, мои дети все. И та школа, и эта школа. Сегодня весь день Галина Матвеевна расписан по минутам. Через полчаса к ней уже придут бывшие ученики, фотографии которых стоят у нее на полках. А вечером праздничный стол в кругу семьи. У нее двое сыновей и пять внуков. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Полицейские Ленинского округа приняли у себя в гостях учеников старших классов. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому району вместе с представителями общественного совета при ОМВД провели день открытых дверей для ребят, которые находятся в семьях под опекой или попечительством. Начали экскурсию, как и полагается, с дежурной части. Сотрудники дежурной части показали ребятам, как с помощью видеокамер в режиме реального времени можно следить за ситуацией на дорогах и улицах. Экскурсия продолжилась фильмом о служебно-оперативной деятельности полицейских, где также рассказывалось о традициях, заложенных в МВД России по Ленинскому району. А потом перед школьниками выступили представители различных служб и дети узнали об особенностях работы в уголовном розыске, в следственном комитете, отделе дознания, госавтоинспекции. Ребят пригласили в ТИР и показали специальные упражнения для сотрудников полиции. Вот это администрация авторского средства. Соответственно, здесь сотрудники полиции отрабатывают навыки стрельбы из пистолета, из автомата. В завершении встречи гости познакомились с кинологами. Они показали возможности своих питомцев, а именно, как задерживают правонарушителей с использованием служебной собаки и умение четвероногих друзей обнаружить взрывчатые и наркосодержащие вещества. Школьники отметили, что такой прямой диалог с полицейскими позволил по-новому взглянуть на эту нелегкую, но очень важную профессию, а многие выразили желание служить в органах внутренних дел. В Видновском художественно-техническом лицее стартовали 16-й районные рождественские чтения. Сразу после традиционной божественной литургии, проведенной в Ильинской церкви, гости и участники отправились на официальную часть мероприятия. О том, как проходил этот праздник творчества, расскажем в нашем сюжете. Темой рождественских чтений в этом году стала «Великая победа. Наследие и наследники». Помнить свою историю и передавать ее из поколения в поколение – вот главная цель большого мероприятия. Участников фестиваля приветствовал первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков, который после в интервью отметил важность события. Мы не должны забывать историю. У нас должна быть свежая, живая и чистая память, как наши деды и прадеды ковали эту победу. И сегодняшний день, который нам светит, мы дышим свежим воздухом, это мы должны доносить и постоянно говорить о этих событиях, постоянно говорить правду, чтобы понимали, что чувство патриотизма, чувство духовно-нравственного воспитания, оно в наших детях будет заложено, и мы будем прекрасно понимать, что в завтрашнем дне у нас все будет хорошо. Участники рождественских чтений постарались передать в своих выступлениях всю ту боль и ужасы, доставшиеся русскому народу, прошедшему через войну. Говорили не только о мире, но и заботе о нем. Вера, 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 еще раз вера. Не переставать верить. И даже если плохо, в каждой семье, неважно, военные это дети, невоенные, верить, молиться Богу. И песня, конечно, помогает нам. В этом году на открытии рождественских чтений слово держали наследники Великой Победы. Ученики Видновской школы номер 9 совместно с Образцовым театром танца Центра детского творчества «Гармония» представили композицию «Вера и война». Основой для миниатюры послужила книга учителя Измаиловской школы Ларисы Гладких «Живая память о войне». Равнодушным выступлением не оставила никого. Ее крестили 22 июня 1941 года в Подольске. Ей был тогда всего один годик. Мы крестили, поехали рано утром. А когда вернулись домой, то по радио объявили, что началась война. Впереди еще ряд мероприятий, которые пройдут в рамках рождественских чтений. Видновское благочиние совместно с Управлением образования постарались, сохраняя традиции, в то же время внести нечто новое. В течение полутора месяцев в школах будут проходить классные часы, педагогические советы, круглые столы, семинары и родительские собрания, где речь пойдет о патриотизме и героизме, о важности хранить память о великом подвиге народа и, главное, беречь мир. Александра Столярова, Сергей Ларин, Видное ТВ. В центральной районе библиотеки проходит выставка работ людей с ограниченными возможностями здоровья под названием «Дорога в творчество». Решение о ее проведении не было спонтанным. Уже несколько лет в библиотеке работает клуб для людей с особенностями развития. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В центральной районной библиотеке уже четыре года работает клуб «Дорога в жизнь». Инициатор его создания – Елена Толстокорова. Она сама воспитывает сына с особенностями развития. Когда подростки, состоящие в клубе, стали вырастать, встал вопрос, чем им заниматься дальше и как социализироваться. Одно из направлений моих – это готовить общество, менять менталитет и показывать не ущербность этих людей, уже выросших, а талантливых, одаренных и, в общем-то, очень полезных для общества. С помощью творчества молодые люди раскрывают свой внутренний мир и открывают себя окружающему миру. Ребята рисуют и создают поделки из подручных материалов. Когда накопилось уже много работ, было принято решение устроить выставку. Идея была такая, чтобы показать, что они хоть и выросли все из детского возраста, но они не потеряли вот это творческое начало. Ну и, конечно, показать их работу, потому что, если посмотреть на выставку, представлены работы разных типов, то есть есть и художественные работы, есть и керамика, есть и деревянные какие-то росписи. Благодаря занятиям с профессиональными преподавателями, у ребят развивается фантазия, они осваивают новые техники. Мой фаворит в клубе «Дорога в жизнь» – это Влад Толстокоров, потому что именно с Владом мы изобретаем новые техники работы, с ним мы учимся общаться на уровне интуиции. Это для меня очень ценный опыт, очень интересно, и меня радуют его картины. Влад – постоянный участник творческих мероприятий, проводящихся в библиотеке. Недавно здесь завершился конкурс «Хлам-арт», и были подведены его итоги. И Влад, и другие ребята у нас всегда с огромным удовольствием участвуют во всех конкурсах поделок, и часто, конечно, не всегда, но часто занимают призовые места. На выставке «Дорога в творчество» представлены глиняные поделки, керамические тарелки и картины. Ольга Варламова нарисовала летний домик розового цвета. Можно так сказать, это моя фантазия, это моя мечта. А Даниил Черкашин расписал чашки и изобразил на них необычные образы животных. Животных, которые изображены в человеческом виде, в человеческой форме жизни, их поведение, профессии. Кроме того, на занятиях клуба молодые люди вместе с родителями обсуждают важные темы. Когда говорили об экологии и охране окружающей среды, родилась идея создать совместную работу для выставки. Ребята приняли активное участие, и после того, как это называется наша фотозона, после того, как она покрасуется какое-то здесь время, все эти крышечки будут заданы на переработку. Экспозиция будет работать до начала декабря. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Соловьев отметил свое 95-летие. Выходец из раскулаченной семьи, он не только получил возможность служить в секретной части, но и стал квалифицированным доктором. О непростой судьбе этого человека расскажет Арсений Рогозянский. К 95-ти годам Михаил Николаевич побывал в разных уголках родины. Он служил на Дальнем Востоке, оттуда в 1943 году его направили под Сталинград, где шли ожесточенные бои. Именно там Михаил Николаевич заинтересовался медициной. Мне нравилось, как выхаживали больных, раненых, раненых особенно, раненых. Тяжелые ранения. Человек умирал, вставал на ноги и продолжал воевать. Как можно? Я увлекся этим. После войны Михаил Николаевич с отличием окончил медицинский университет. Мечта стать хирургом вместе с ним прошла войну, однако в мирное время в полной мере сбыться ей не удалось. Кроме должности главного врача, других ему не предлагали. Но медицину специалист не оставил. Он сменил пять рабочих мест, а с 1972 года Михаил Николаевич лечил пациентов в Ленинском районе, где живет и по сей день. С юбилеем Михаила Николаевича поздравили начальник Ленинского управления соцзащиты Елена Гусева и глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина. Великую любовь к родине, ответственность за ее настоящее будущее, вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаем вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравительные адреса Михаилу Николаевичу направили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава муниципалитета Валерий Венцель. От них ему передали подарки, в частности, памятную медаль 90-летия Ленинского района, которая дополнила коллекцию наград на кители юбиляра. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ 29 ноября на телеканале Видное ТВ стартует новая авторская программа Юлий Погостьян «Мастер своего дела». Это цикл передач о людях различных профессий, работающих в Ленинском городском округе. Каждый выпуск – рассказ о конкретном человеке, который является важной частью работы большого коллектива. Мы сделаем экскурс в судьбу героя, познакомимся с его семьей, узнаем об увлечениях. Основной акцент своей передачи Юлий Погостьян сделает на то, как герой пришел в профессию, как выполняет свои обязанности. У зрителей телеканала Видное ТВ появится возможность поближе узнать людей, которые делают нашу жизнь в округе комфортной и безопасной. Передача «Мастер своего дела» будет выходить еженедельно, в пятницу, сразу после выпуска новостей. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.